Дорогие друзья, с тяжелым сердцем обращаемся к вам с сожалением и грустью. Насколько нелегко передавать такие моменты, но мы считаем важным делиться с вами тем, что происходит в нашем мире. Всего лишь несколько минут назад, мы узнали о трагической новости, которая тронула нас до глубины души. Этот 2024 год, начиная с самого его начала, стал временем потерь. Сегодня сообщили новость, которая привела в шок россиян, кумир миллионов россиян, Евгений Петросян, ушел от нас после тяжелой болезни. Врачи сообщили, что последние часы он был в коме. Евгений Петросян – российский артист разговорного жанра, имя которого давно стало нарицательным и ассоциируется у телезрителей с юмором. Невозможно определить, на какое время пришелся пик его славы. Монологи юмориста пользовались популярностью и в годы застоя, и во времена перестройки, и в нестабильные 90-е. Сейчас артист продолжает веселить публику, новыми шутками, ничуть не уступая молодому поколению шоуменов. Своему личному успеху на эстраде, и телевизионном экране комик, максимально приблизился в 70-х годах. Так, в 1973-м, вместе со Львом Шемеловым и Альбертом Писаренко Петросян создал программу, которая получила название «Трое вышли на эстраду». Спустя два года Евгений пошел дальше, и начал ставить спектакли, на базе Московского театра эстрады. Благодаря ему вышли постановки монологи «Как поживаете», «Доброе слово» и «Кошке приятно», «Дураки мы все», «Когда финансы поют романсы», «Семейные радости» и многие другие. В своих постановках Петросян нередко исполнял главные роли. Выступления Евгения Вагановича в советское время пользовались огромной популярностью, впрочем комик до сих пор собирает полные залы. Филитоны, небольшие сценки, музыкальные пародии, интермедии, эстрадная клоунада и другие разновидности юмористических выступлений Петросяна, приходились по вкусу широкому контингенту слушателей и получали положительные рецензии в прессе. Разнообразие юмористических номеров позволяло рассмешить любую публику, на одном из концертов в Узбекистане артист понял, что зрители не понимают по-русски, и чтобы спасти выступление, перешел на пантомиму. В 1979 юморист принял решение создать театр эстрадных миниатюр. При нем был образован Центр эстрадной юмористики, в котором артист собрал уникальные материалы, касающиеся истории эстрады на протяжении 19-20 веков. Это сохранившиеся до наших дней афиши, фотографии, журналы и многое другое. Также Евгений Ваганович известен благодаря юмористическому театру «Кривое зеркало», которым он руководил и в котором нередко исполнял главные роли. Выступления театра транслировались с 2003 по 2014 год. Участие в них принимали также Карен Аванесян, Игорь Христенко, Александр Морозов, Михаил Вашуков и многие другие популярные комики. В 2012 году состоялся бенефис артиста в честь 50-летия его сценической карьеры. Концерт получил название «Золотой юбилей», его запись позднее была размещена на официальном сайте юмориста. Ежегодно артист устраивал представления, приуроченные к празднованию Нового года. Есть у него и филийтоны, посвященные главному празднику в году. Несмотря на преклонный возраст, сатирик продолжает творческую карьеру. Помимо телевидения Петросян, выступает в юмористических шоу как на эстраде, так и на частных праздниках и корпоративах. В 2022 юморист отметил профессиональный юбилей большим юмористическим концертным туром «60 лет на эстраде». В программе были включены уже любимые зрителями сценки, а также новые сольные номера. С 1987 по 2000 Петросян, работал в программе «Аншлаг», а в 1988 году комик получил должность художественного руководителя и ведущего артиста Московского концертного ансамбля эстрадных миниатюр. С 1994 по 2004 юморист вел авторскую программу «Смехопанорама», символом которой стал глиняный клоун, приобретенный Петросяном в Германии, в 1995 году. Среди популярных филейтонов этого времени в исполнении артиста, числится «Весело живем», «Поиск жены», «Страна лимония», «Деревня Петросяня», про рекламу. Помимо речевых номеров в репертуаре шоумена, появились и песни, такие как «Смешно», заглянув в мои глаза, мой путь, время вспять. В 2013 вышли первые выпуски проекта «100 выступлений», в которых были собраны лучшие номера сатирика «Академик», «Аристократы», «Речь кандидата», «Будка гласности» и другие. Спустя год была запущена программа «Петросян шоу». Некоторые журналисты полагают, что причина такой нелюбви к Евгению Вагановичу заключается в том, что на протяжении долгого времени он чаще всего появлялся на телевизионных экранах. Его монологи «Сантехник», «Самогон» и другие в то время представляли собой лучшие, что транслировалось по телевидению, так как ничего другого не было. В 2009 году юморист пригласил за круглый стол нескольких популярных, в то время блогеров, которые больше других высмеивали его манеру шутить. После встречи многие из них признались, что реальный Евгений Ваганович произвел гораздо более приятное впечатление, чем Петросян телевизионный. Нам остается лишь грустить о потере великого артиста, который оставил незабываемый след в истории российского юмора. Его вклад в развитие эстрады останется навсегда в памяти поклонников. Пусть земля ему будет пухом, а его талант продолжит жить в наших воспоминаниях. Сегодня уходит не просто комик, но настоящий легендарный артист, чье творчество стало частью культурного наследия не только России, но и многих стран. Евгений Петросян, с иронией и умом, проложил свой путь в истории смеха, подарив зрителям несметное количество веселых моментов и неповторимых шуток. Родившийся в Тбилиси, в 1935 году, Петросян быстро завоевал сердца зрителей, своим остроумием и непревзойденным талантом. Его театральные постановки, телевизионные шоу и юмористические программы не только развлекали, но и дарили людям возможность увидеть мир смеха, в самых разных его проявлениях. Создание театра эстрадных миниатюр, в 1979 году, стало одним из важнейших этапов, в творческой биографии Евгения Вагановича. Этот театр стал не только местом, где рождались новые комические идеи, но и хранилищем уникальных материалов, связанных с историей эстрады. За десятилетия его работы в этой области, Петросян смог создать нечто великое, что преодолело временные рамки и останется с нами навсегда. Однако несмотря на свой великий успех и любовь зрителей, Евгений Петросян не избежал и критики. Некоторые журналисты и блогеры, стали высмеивать его стиль и подход к юмору. В 2009 году сам артист, решил встретиться с этими критиками и показать, что за кулисами он совсем не такой, каким его видят издалека. Встреча с блогерами, позволила расставить точки над «и» и смягчить взгляды недовольных. С его появлением на телеэкранах, начался новый этап в развитии советского юмора. Многие из его монологов стали легендарными и переходили в повседневную речь. Например, сантехник и самогон до сих пор вызывают у зрителей восторг и смех. Однако несмотря на свой успех, Петросян оставался скромным и дружелюбным человеком, готовым делиться своим опытом и творчеством с молодыми коллегами. В течение своей более чем 60-летней карьеры, он многократно поднимался после трудностей и всегда находил силы радовать публику своим исключительным талантом. Сегодня мы прощаемся с великим артистом, но его наследие будет жить в наших сердцах и улыбках, которые он подарил миру. Евгений Петросян стал не только символом смеха, но и воплощением вечного оптимизма и радости жизни. Пусть его душа отдыхает в мире, полном тех радостей, которые он дарил нам, и пусть его великолепное творчество продолжит смеяться в наших воспоминаниях.